Всем привет! С вами Ера Кураша, мы продолжаем проходить Wasteland 2. Как вы помните, на прошлой неделе мы закончили с еще одним полем, и нам осталось добавить антимутаген, или как его там, в резервуар с водой. Но сначала таки, несмотря на рекомендации Тима Галла, нам придется взять хитражопость 2. Она нам прямо сейчас и пригодится. Здесь стоит доктор, которого мы освободили в прошлом эпизоде. Убитый горем Райан стоит, заливаясь слезами над телом Рэйчел, той, что очень много значило для него. Она мертва, рейнджеры. Рэйчел мертва. Что мне теперь делать? Ты будешь делать то же, что и до начала кризиса, лечить людей. Нужно снова наладить работу лазарета. Я не смогу, без Рэйчел я... Нет, вы правы. Аризоне по-прежнему нужен СХ-центр, а СХ-центр и его сотрудники. Кто-то должен залечивать людям раны и снимать жар, и этот человек я. Боль от потери Рэйчел будет преследовать меня еще очень долго, но... Думаю, работа поможет хотя бы немного ее приглушить. Спасибо вам, рейнджеры. Можешь нас подлечить? Конечно, рейнджеры. Я же вам жизнью обязан. Это меньше из того, что я могу для вас сделать. Я очень долго... Удивлялся, почему в игре нет функции отдыха. Оказывается, в игре просто есть врачи, которые вас бесплатно подлечат. Собственно говоря, чтобы заставить этого дядьку нас лечить, пришлось немножко похитрожопить. Ларсон намеренно спровоцировал эту вспышку, а затем взорвал себя. Что? Нет, он... Хм... Очень хочется возразить вам, но почему-то во мне сидит твердая уверенность в том, что это правда. Я всегда был немного... Он всегда был немного себе на уме. Держался особняком, был дружелюбен, но без теплоты. Я был уверен, что он что-то утаивает, но ни за что бы не подумал. Расскажи нам о Рэйчел. Она была самой замечательной женщиной из всех, которых я когда-либо знал. Заботливой, чуткой. Это она настояла на том, чтобы мы проделали по Аризоне путь длиной 125 миль и пришли сюда, ведь здесь и я, и она могли оказать помощь тем, кто снабжал пустошь и пищей. Рэйчел наверняка бы захотела, чтобы я помогал восстанавливать СХ-центр и залечивать полученные раны. До свидания. Ладно, рейнджеры, мне пора возвращаться к работе. И таким образом мы можем на халяву лечиться и дальнейший уже осмотр СХ-центра. Дог говорит нам то же самое, я это не буду зачитывать. Мы ему продадим всякое барахло. И, наверное... О, кожаная куртка с двумя броней. Вот этот доспех придется продать, потому что у нас нет ни у кого пяти силы. Наверное, продадим. Ножик тоже нам не нужен. И топор Гарри Повелителя Кроликов нам бы вернуть. Может быть, он пригодится. Кожаная пальтишка. Кожаная пальтишка. Штаны. Что характерно, голубиное дерьмо у нас пока не забирают. И я так предполагаю, где-то оно нам какашки-личинки. Ну, в общем, у нас есть прекраснейшие предметы, которые, как я подозреваю, нам в какой-то момент пригодятся. Поэтому мы их пока продавать не будем. Так. Тяжелое оружие у нас никто, скорее всего, не будет пользоваться. Ну, а если будет какой-то нейтральный персонаж, который таки сможет это делать, то к тому моменту я так думаю... О, а мы можем всех членов группы выделить. Во, ништяк. Вот этот пистолет нам не нужен. Вроде всякую шляпу продали. И, видимо, бронька, о которой упоминал Тим Галл опять-таки, это вот эта броня. А, ну, пожалуй, она пойдет... А, вот оно чего. Да, она пойдет слипку, как персонажу ближнего боя. Остальные у нас все-таки обычно оказываются в более безопасных местах. К резервуарам с питательными веществами можно попасть через эту дверь. Ммм... И все. Ладно. Вы слышите, как... Над вами, наверное, жужжат мухи, которых привлекает тяжелый приторный запах, источаемый растениями. Напоминает время обеда в цитадели рейнджеров. Настоящий дымский сад. Выглядел бы именно так, попытаясь кто-нибудь впихнуть всю его чертову зелень в обувную коробку. Да, и, кстати, у нас у Пилс есть какие-нибудь очки навыков свободные? Ай, один. Баг с питательной средой. Поместите лекарства во впускной клапан. Исход-центр спасен. Молодцы, рейнджеры. Залить сыворотку во входной клапан. Да. Отлично. Просто я так полагаю, что мы пройдемся по всему вот этому центру. И плавно будем скрывать все, что не вскрыто. О! Ну, это все равно пойдет на продажу. Опа! А вот и ошейник с харизмой. Самодельная бомба. Так, это снайперу. Это тоже снайперу, наверное. И, кстати, там есть штучка, которая... Блин, Пилс перегружена, бедняга. А, там есть штучка, которую можно поставить на револьвер, насколько я понял. И она даст плюс три максимальную дальность. Да. Черт возьми, не будем тянуть. Во. Вот это уже гораздо лучше. Ну, и чтобы не перезаряжаться на ходу, а стрелять и стрелять... Хм, ладно. Мы дадим ей в руку во вторую тоже пистолетик. Так, с баком разобрались. Едем дальше. Нам, по-моему, еще осталось с антенной разобраться. Собственно, чем мы сейчас и займемся. Благо, у нас теперь есть бесплатное лечение. И, наверное, сначала мы все там сделаем. У нас в идеале Пилс получит уровень. И мы их качаем отмычники еще немножко. О, там кролики прыгают. И тогда уже пойдем вскрывать все, что можно вскрыть. Так. Слик с серпом занимается... О. Занимается тем, что разрезает всякие плантации. Практически, как командос в джунглях орудует мачете. Может, Пилс даже сейчас за всякие отмычковские дела и дадут уровень. Это было бы, кстати, волшебно. Гранатомет. Ладно. Будем надеяться, что он хотя бы стоит денег. И в кои веки, по-моему, не запертая дверь. Эти штучки уже взрываются. Рейнджеры, неподалеку от антенны я вижу одного из наших ученых, занимающихся животными. Джулио. Похоже, парня загнали в угол его собственные кролики. Будьте очень осторожны с ними. Их огромные зубы могут натворить много бед. Нам дважды говорить не надо. Мы сейчас всех аккуратненько расставим перед боем. Я надеюсь, что мы успеем это сделать, по крайней мере. Так, медведица стоит в позиции. Этот стоит. И подруга сюда. И ты сюда. Так, и теперь снайпер попытается начать бой. А. Так, я напрочь забыл, что... У нас эти штуки уже не дамажат. Ладно. Ролики делают ход пирами. Но есть доктор, который нас, если что, бесплатно подлечит. В общем-то, больше у нас такой проблемы, как лечение, быть не должно. Лепус, боже ты мой. Ивак, твои кролики сошли с ума. Мы тебе жизнь спасаем. О. Они не виноваты. Что-то затмило им разум. Ну, может и затмило, но черт возьми. О. Тем немножко достается, но... Вот. Пистолетик стал прям... Блин, надо было сначала присесть. Ладно. Кстати, точный удар. А, это у нас выбор, куда попадать. Не, ну пока не тот скилл. Отлично. Не хватает очков действия. А если мы возьмем досочку... Да кролика мы достанем. Ох. Шип розы. Не-не-не, роза, не надо. И снайперки, давайте добьем короля. Да чертов кроль. А здесь нам бы на два очка действия отойти как-нибудь. Вот так. Ну и все, пора кролику уже... Ой, флопси нет. Кувак, кролики пытались тебя сожрать. Спасаешь им жизнь, спасаешь. Отлично. И все перезарядились, молодцы. Ну и там с кроликов какие-то паршивые шкурки нам падают. А нам здесь что-нибудь нужно? Наверное, это продастся в какой-то момент. Пусть будет. Где этот тип? Он только что тут стоял за заборчиком. Интересно. А, вот он. Страха на лице Джулио уже не видно. Но на нем по-прежнему написана глубокая печаль. Роза, вы же любили моих кроликов. Как вы позволили им это сделать? Прости, Джулио. Это было необходимо. Они уже не были твоими любимыми кроликами. Сукины дети, вы чудовище. Вы убили моих кроликов. Я растил их почти с самого детства. И, всхлип. Лучше бы вы дали мне умереть. Когда Мэтт сказал, что рейнджеры спешат к нам на помощь, я бы ни за что не подумал, что вы только усилите все это безумие. Думаю, мне теперь ничего не остается, кроме как спрятаться. Куда я могу пойти? Путь расчищен. Вы можете выбираться отсюда. Что насчет кухни? Очень хорошо, я отсижусь там. Вы уже нашли доктора Ларсона? Те, кого вам удастся спасти, наверняка будут ранены. Так что без него не обойтись. Ларсон намеренно спровоцировал эту вспышку, а затем взорвал себя. Не думаю, что сейчас подходящее время для черного юмора, рейнджеры. Постойте-ка, вы что не шутите? Так это из-за него пострадали мои кролики. Вот ублюдок. Что вы думаете о Мэтте? Я видел, как его задело взрывом одного из этих плодов, когда он пытался оттащить Сандру в безопасное место. Надеюсь, его жизнь не опасности. Ну а Сандре ей не повезло. Кто такая Сандра? Она тоже занималась фермерской работой в этой теплице. Сандра была самой доброй и нежной на свете. Очень любила голубей. Что ты знаешь об этих гремучих плодах? Ужасный случай. Он сделал резкое движение, и эта штука взорвалась прямо перед ним. Руку Мэтта разорвало на части. Сейчас Кэти над ним хлопочет. Кэти? Она возглавляет исследовательский отдел. Может пахать, как лошадь, но все равно взваливает на себя слишком много. Думаю, именно поэтому она иногда так сильно расстраивается. Готов спорить, она сдала вам серьезную узбучку за опоздание, так ведь? Ну, примерно так. Хотя, черт побери, о! И у нас левел ап у Пилз. Давайте им воспользуемся таки. Почему я так спешу? Потому что у нас впереди много-много ящиков с ништяками. А, и надо их кому-то открывать. Вот. А теперь Пилз у нас такой ящикмен главный. Правда, тут пока всякая шляпа. Антенны и панель управления теперь очищены от растений. Осталось лишь подключить фирменный блок ретранслятора пустынных рейнджеров в трейдмарк. И дело сделано. Давайте подключим. Ну, мы затем и приехали. За дело. Мы применяем ретрансляторы. Оп. Отлично. И тарелка приходит в дело. Очищены от растительности огромные... Гидроагрегаты... У основания... Ладно. Да, вот теперь хорошо. Сигнал четкий. Секунду. Цитадель вызывает группу Эко. Слышите меня? База. Слышно у вас отлично. Принял АК-1. Мы только что получили сигнал с трейд-транслятора в СХ-центре. Похоже, все подключено правильно. Мы... Дар ждет вас, слабых, угнетенных, преследуемых и закованных в цепи. Приходите в новую цитадель, вступайте в наше братство. И тоже будете носить доспехи высших. Вы тоже станете бессмертными, неуязвимыми для старения и недугов. Вы станете совершенными существами, готовыми вести весь мир за собой к будущему, полного света, красоты и... Милосердие Господа живет в наших пулях, братья и сестры. Оно сидит на наших штыках. Оно таится в смерти каждого грешника, слепого настолько, что он отворачивается от света. Каждый раз, обрывая чью-то жизнь, в этом богом забытом мире мы дарим покой чьей-то душе. Потому я говорю вам, друзья, во славе вам Господа и... Черт побери, Вудсон, не хочу, чтобы это шло в эфир. Виноват АК-1. Хорошо поработали, половина позади. Скорее отправляйтесь в Хайпл, оттуда по-прежнему поступает сигнал бедствия. Как всегда, сначала займитесь людьми, а уж потом радиовышкой. Все ясно? Ясно, конец связи. Принял АК-1, конец связи. А тут у нас было очищенные от растительности огромные гидроагрегаты у основания антенны со стоном оживают. Крыши теплицы, открывается люк и удивительный продукт технологии прошлого начинает подниматься вверх. Антенна готова к работе. Здорово. А мы готовы к тому, чтобы обчистить все, что не обчищено в этом богом забытом месте. Растения нам теперь не проблема. Я надеюсь, снизу яда тоже теперь нет. Ну, и в целом... Оп. Да, в целом у нас очень хороший шанс на то, чтобы открыть что-то отмышками. Да и дополнительный опыт нам никогда не помешает. Судя по тому, что было в последней схватке, он не то что не помешает, но он жизненно необходим. Ладно. Что у нас на этом этаже было? Давайте глядеть. Раз уж мы у доктора, мы могли бы бесплатно подлечиться, но у него тут и так пациентов полно. А, тут все благодарят нас за то, что мы их спасли. Тут лежит чувак. Ну, судя по всему, здесь никто нам ничего не скажет. Так и быть, Кэти Лоусом. Спасибо, рейнджеры, вы спасли не только наши жизни, но и наш дом. Все близлежащие районы вам теперь тоже очень обязаны. Если бы СХ-центр погиб, то повсюду, от Хайпала до Цистадели рейнджеров, уже через неделю в свирепстал бы голод. Мы благодарим вас от всего сердца. Кстати, пока я вы еще здесь. Думаю, вас могут заинтересовать кое-какие припасы, которые я откопал во время работы над лекарством. Кризис уже миновал, и мы скоро начнем снова пополнять свои склады. Так что, на мой взгляд, эти вещи вам сейчас нужнее. Судя по всему, вы легко можете оказаться в ситуациях, где велик риск заработать тяжелые вещи. Будьте поосторожнее. Угу. И что нам далее? Зонтик для воды. И сыворотки. Но сыворотки нам надо распространить дальше. И вот она, запертая дверь, которую мы сейчас будем активно открывать. В принципе, их тут много. Оп. Так. Будьте там осторожны. Я попросил у нашего техника защитить мои ценности. Он повесил на сейф довольно агрессивную сигнализацию. У меня вряд ли получится ее отключить. А. Вот она что. Ну, если вдруг... Эх. Ну, ничего страшного. С халявным лечением нас мало что уже пугает. О, лазерный пистолет. Это будет когда-нибудь у Пилс. Клейка лента. Оба-на. И фигурка собачки, которую мы продадим. Так. А тем временем, если вот этой штучке... Не знаю. Я надеюсь, она в магазинах же продается. Потом дальше по ходу игры. Потому что минус одно действие на атаку. Это очень-очень круто, на мой взгляд. Только куда она делась? А, вот она. Давайте-ка ее применим. Во. И у нас в оружии урон заметно повысился. Пистолеты-пулеметы, наверное, мы будем продавать. Потому что с патронами в игре реально жесть. Да и гранатомет, кстати, сейчас быстренько загоним. И пойдем дальше. Стандартные диалоги. Подадим барахло. И гранатометик. И что еще у нас было? Бесполезное. Энергетическое оружие храним, как зеницу ока. А, вот пистолет-пулемет нафиг. Шикос. Экс. Что у нас есть еще? Давайте посмотрим. Тщательно исследуя дверь, Слик находит замок. Да. Это, конечно, важно. Показывает прямо-таки интеллектуальный уровень. О, и даже открытый контейнер. И даже снайперская винтовка нашему, мать его, снайперу. Ух ты. И боеприпасики. Кстати, почему мы не вскрыли вот эту штукенцию раньше? Она нам пригодилась. Я чувствую, что первым делом, как только у нас... 2,6 урона, 3 урона за очко действует. О. Другое дело. А, я чувствую, что как только мы сможем получить новые перки, мы всем возьмем тот перк с порохом. Слишком уж он хорош, потому что с патронами реально какая-то ересь. И когда находишь какие-то патроны бонусные, всегда дико круто это. Ага. Оп. Это мы сейчас вскроем. Ну, то есть, в целом, в основном, мы будем бегать и лутать. Ну, как минимум, если я это так представляю. Необычный лук. Да нафиг он. Фуф. Надеюсь, никто особо не обидится на то, что мы тут хозяйничаем. Мы их, черт возьми, спасли. Я, конечно, понимаю, что мы, возможно, эту карту переигрываем. Ай, динамитик. У нас никто не умеет с динамитиком. Поэтому будем открывать и надеяться не взорваться. Ох. О-о-о-о-о. Непто Винстон. Вы только поймите меня правильно. Это очень здорово, что вы подарили мне свободу. Но когда тебя сжимают так крепко, чувствуешь себя как-то особенно спокойно и уютно. Хе-хе-хе. Ну, чувак. Мы можем тебя сжать еще разок. Мы довольно-таки... Ну, не то чтобы сильные, но нас трое и мы рейнджеры. Здесь Джулио, который все-то сотрясается о Флопсе. Что-то у нас, я помню, дофига было локаций. Я знаю коды рейнджера. Мы попадем внутрь за пару секунд. А, это вот те коды, которые надо было узнать у Розы. А для чего? А, это нас приводит на то поле, в которое мы пришли через... Ну, в обход. Окей. А. Вот сюда мы только не попадали. Спеклянный глаз. О, это Пилс. Ну, даже может быть я, кстати, про пистолеты-пулеметы в итоге погорячился. Потому как... Ммм... Пилс, по-моему... Да, больше сотни патронов. Но патронов, я так понимаю, много тут не будет. Давайте спустимся вниз. Быстро бежим там. Я надеюсь, тут яд пропал. Вроде все приходит в норму. Здесь у нас грибосы растут. А, здесь мы вроде все осматривали. Давайте туннели еще раз глянем. Потому как, я помню, куча же этих штук была. Так. Здесь. Здесь ни черта. Лады. А, вот здесь мы растолкали эти растения в итоге. Так. И зашли вот сюда. А здесь, по-моему, был... Здесь не было обхода. А, здесь крутится вентилятор, который мы включили. А вентилятор мы включали... Здесь. Так. Черт. Я начинаю теряться. А как этот вентилятор мы включали и выключали? Я напрочь забыл. Уже хочется его взорвать. Но нет. Ладно, допустим, здесь мы не забыли ничего. Сделаем такое гипотетическое предположение и будем самим следовать. А здесь у нас токсины в воздухе. Оу, фак, фак, фак. А, вот. Вот тут была дверка, которую, скорее всего... А, здесь дверка, которую вообще никак не открыть. И я так и не нашел, как же ее открыть. Это за фигня? Ага, тут растение, которое нам не дают. И в прошлый раз... Какашка личинки. Прекрасно. Тот случай, когда сумка для всякого дерьма имеет вполне себе прямой смысл. Если завести такую. Здесь то же самое с растенцем, видимо. Оп. А что это у нас на столе? И почему оно зелененьким подсвечивается, а навестись на него я не могу. Очень хочется это стырить. Но, судя по всему, это... Блин. Ладно. Ну, не стырить, так не стырить. Хотя, обидно. Оп. Так, здесь мы быстро-быстро пробегаем. Теперь мы уже знаем, что и где. Тут тоже дверь закрыта. Но ничего страшного. У нас команда все толще и толще с каждым уровнем становится. Если вот они так не будут останавливаться, это будет вообще шикардос. О, дверь открылась. Но. К этому рубильнику сходятся провода от всех выключателей, что управляют вентилятором. Что же? Если вам действительно нужно отключить все вентиляторы в туннеле, то вы пришли в правильное место. Я хотел их все включить. Ну, им как-то по барабану. Они крутятся, они не крутятся. Окей. Еще разок. Что-то странное. Так, восточное поле. А, вот здесь вот всякая трава была. Все, одно место нашли. И наш дружбан. Дубинка вон, к сожалению... Не, смотрите-ка, может резать водоросли. То есть не водоросли, а вот эту хрень. Ага. И здесь нас ждут еще товарищи. Ну, думаю, после того, что мы пережили уже... Колдай. Один раз колдай, всегда колдай. После всего, что мы пережили... Наверное... Ничего страшного нигде уже не будет для нас. По крайней мере, я на это рассчитываю. Так. Медведица. Она может пригнуться. Вот что мы всегда забываем. Но как-то слабовато. Там летают мушки. Причем даже не атакуют нас. И пил сейчас может показать... Свой новый пистолет во всей красе. Или может устроить засаду. Так. Здесь гражданин выйдет чуть вперед. О! И подобьет муху. Колдай. Давай. Ух. Красавчик. Колдай молочинка. Ну и... Слик устроит засаду здесь. А, кстати, тем временем даже Роза может в кое веки пострелять свободно. Ай, как хорошо. Оружие вечно клинит. Какое-то проклятие с ним. О! Там, кстати, какой-то ништячок. И мегаличинка. Последняя, как предводитель их. То есть, типа мухи. Там всякие зараженные люди. И главный-главный надмозг. Те операции. Это мегаличинка. Ха-ха-ха-ха-ха! Почему оно вечно клинит? Реально, мне кажется, здесь надо... В первую очередь качать удачу. Так. Все заклинило. Просто ад. Конфицированы довольно-таки толстые гады. А-а-а! А второе оружие они никогда не заряжают, судя по всему. Печально. Но... Во! Колдай показывает, как надо из снайперов бить. Хм. А-а-а! А у серпа, кстати, точность гораздо лучше. Ммм... Почему я тогда эту изоленту дурацкую не наклеил на серп? Ну, буду знать. В следующий раз апгрейдить всякую шляпу не стану. Роза, а ты можешь еще и отойти? Да. Готов. Готов, красавчик. Ну да. В принципе, тут такие враги чисто символические. Причем непонятно, зачем их оставили. Потому что... К тому моменту, как ты к ним приходишь, ты уже однозначно вырезал главного босса. Который настолько сложный. О! Ничего страшного. И мне очень нравится, как работает наш модифицированный пистолет на дальность. Эмм, окей. Ну, колдай. Во, колдай сбивает муху. Все молодцы. И даже сто опыта за это нам дают. И даже тут всякие ништячки можно потырить. Мешочек сгнуем. Мешочек сгнуем. Блин. Не, на эти муври, конечно, прекрасные. Тут спору нет. А вот эти штуки кому-то нужны будут в итоге? Подозреваю, что да. Иначе бы они, наверное, отмечались как трэш и автоматом продавались. Ну, предположим, что они кому-то пригодятся. И соберем их. Ай, не-не-не-не-не. Блин. Ладно. Просто растения хоть и взрываются, но уже... Ай, Пилс перегружена. Но уже настоящего вреда, скорее всего, нам не нанесут. И давайте перестанем собирать все в рюкзак Пилс. Давайте слегка немножко загрузим. Он подранен? Опа. Тостер. Понятно. Тостер у нас чинить никто не умеет. Но зато тут есть еще пара сейфиков. Один нам вскроет розы, любезно. И снова мы получаем патроны. Задира, по-моему, сюда. И вот отсюда. Вот. И, наверное, этот ящик мы отапорим. Готово. Еще один пистолет-пулемет. Причем, с одной стороны, мне очень нравится, что... Лут генерится рандомно. С другой стороны, если бы он рандомно генерился, не знаю, при входе в локацию... Это было бы, ну, как бы, по-разумнее. И у нас 10 кило говна. Простите, мой французский. Это, пожалуй, объясняет, почему она была все время перегружена. Такс, ну и давайте по полю прогуляемся. Там вроде мы все открыли, что могли открыть. Кстати, да, мы там все открыли. Тогда все, выметаемся отсюда. Я думаю, мы снова зайдем к доброму доктору Айболиту. И после этого уже отправимся делать квесты в округе. Опа! Ящики. Смотрите-ка. Причем, с другого ракурса их совершенно было не видно. Такое вот коварство. О! Плюс 4% шанс попадания. Ключ карта от западного служебного тоннеля. Ага. То есть, это вот то, что, собственно говоря, нам было нужно. То, что мы все это время искали. И... Черт возьми, оно лежало прямо на виду. Обидно. То есть, стоило развернуть камеру, и все бы было ок. Ладно, давайте возвращаться. Так-с. Ну и... И-и-и. Вернемся в исследовательскую лабораторию. Вроде все поля мы зачистили. Все, что могли, здесь сделали. Пару людей мы, конечно, потеряли. Но, мне кажется, всех ключевых NPC ставили так, что... А, вот. Вот тут еще, кстати, ништячок какой-то. Что это? Опа. Это ништячок. Может быть, это те патроны, которые мы ему купили и случайно сбросили. Не исключено. Да, давайте, кстати, сразу проверим. Здесь 29 патронов. Здесь 19. Около, да, 50. Я думаю, мы возьмем вот этот старый револьвер. И к нему еще приделаем хорошенький прицел. Мне очень нравится, как боюсь, я показываю пилс. Так, и где-то ходил наш врач. Вот он. Так. И мы лечимся. Шикардос. В принципе, надо отправляться к Хайпл, где чуваки с базуками. Ну, вот даже не знаю. У нас же есть еще зараженные территории, хотя Хайпл давно происта помощи. А, мы приходим ко входу. Вот оно что, Михалыч. Я совсем забыл, что здесь есть такая локация. И... Тетечка начинает активно мстить кроликам. Стой, куда ты, кролик? Ну, мы только подлечили семит и совесть. А, их тут много. Нет, хотя бы не напрыгнул. Я думаю, трех кроликов мы переживем. Такс. Отойдем по полной. И в кроля зафигачим. Шикарно. Теперь у нас есть револьверчик. Вот. Вот он. Вот почему мы ей ставили модификаторы. Ну, может быть, я путаю причинно-следственные связи. И как раз таки благодаря тому, что мы ей поставили модификаторы, она стала тащером. Так. Вплотную нам не стреляется. Тогда давайте отойдем, как-нибудь попытаемся немножко разгруппироваться. Оп. Шикарно. Ну, я думаю, да кролик. Тварь ты этакая. Готово. Давайте все перезарядимся. В целом. В целом, в целом. Сейчас будет немножко магии монтажа, чтобы вы не смотрели, как я снова всех лечу. Так. Ну, и, наверное, мы на этом будем плавно покидать эсхо-центр. Честно говоря, я сомневаюсь, что-то снаружи здесь увидеть ценное и полезное. Потому как, ну, вроде как, сюда пришли такими, типа, неопытными. Ага. Нам тут рассказывают про засады и прочее. Ну, вот как раз поэтому. То есть, вряд ли здесь будут какие-то ценные айтемы. Поэтому отправляемся непосредственно в пустыню. Да. Запасы воды у нас как-то поразительно низки. Как нам дойти до хайпула? Совершенно не ориентируюсь. Зато тут рядом есть вот эти зараженные деревушки. Может быть, начать с них? Да, давайте, пожалуй, сначала деревушки обследуем. От этого пользы будет гораздо больше. Ну, если нам там не наваляют, конечно. Ммм, агрессивно настроенные налетчики. Ну, агрессивно настроенных ребят мы сейчас очень быстро осадим, мне кажется. Ну, и они какие-то не очень агрессивно настроенные и не очень приближаются-то к нам, по правде сказать. Ну, сейчас быстренько всех рассадим по уютным местам. Снайпер, пожалуй, встанет просто прям позади всех. Остальные тут за тачкой сныкаются. Так, тетя Роза. И колдай, наверное, может выцеливать кого-то уже. А вот мы никого теперь не видим. Ха. Во. Роза нам чуть приоткроет. Черт, надо всех дальше подводить. Я понял. Но что-то агрессивно настроенные налетчики не очень агрессивно приближаются к нам. Так. И давайте колдай, колдай. Братишка. Опа. Вот это было хорошо. Пока чуваки до нас добегут, их уже всех к чертям расфигарят. Оп. По крайней мере, я на это рассчитываю. Да, что ты будешь делать? Ну, кажется, мы разбили какую-то штуку. И он больше вне укрытия. Какие-то чуваки-крушителя. Ой, у нас, наконец, шанс попасть 95%. А, из-за спины стрелять мне очень не хочется. Мы уже как-то постреляли так. О, ближнебойский чувак пал. Ну, и... Бабах. Ха. Неплохо. Аслик встанет здесь и устроит засаду. Потрясающая засада, конечно. Ну, и роза тоже такая, типа, внезапная засада. Да и, пожалуй, здесь мы тоже возьмем. И будем ждать, пока гора придет к Магомеду. Эм... Отлично. Никто вообще глазом не повел. Ну, револьверчики прям тащат. Опа. И еще разок не хватает. Ну, колдай. Все. Я так полагаю... Ммм... Неплохое столкновение. Мы, конечно, потратили немножко патрончиков, но при этом... У нас есть какой-то мусор. И куча всяких ништяков. Ну, условных ништяков. Но аптечка. Ладно. Аптечка-то никогда не помешает. Не правда ли? Что-то... А здесь вообще в локации бывает что-либо или нет? Полагаю, что она просто генерится, какая-то карта. Или у них сделано их несколько. Ну, и ах. Ладно, давайте дальше в пустошь. Ммм, да. Так. И проследуем вот сюда. Зараженная ферма. Опять налетчики. Ну, давайте снова с ними встретимся. Как-то очень много налетчиков на один квадратный километр пустоши. При том, что это все вблизи от базы рейнджеров. Мне кажется, немножко странным такой расклад. Что, забегаем и все стреляем. Тут только что чувак одел. Ух! Чувак сразу... Эх. Я хотел сказать, что чувак сразу понял, к чему все идет. И побежал нафиг. Ну, он просто в укрытие сныкался. Но недолго музыка играла. Бойцы ближнего боя, пожалуй, мои любимые. Потому что они добегают и останавливаются. Хотя, если у них есть снайпер, нам, конечно, не повезет. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Эх. Не повезло. Ой. Совсем не везет. Ну, вот этот чувак. Ха-ха. У них тоже такое бывает. Во. Полдай быстро сделал свое дело. Ну и смотрите, сейчас как слик просто чуваку. Малин, мне не нравится шанс попадания низкий. Лучше хорошенько попасть. Но послабее. И роза, я думаю, встанет как-то так. Эй. Чуть-чуть. Чуть-чуть не считается. Здесь мы не дотягиваемся. Но мы можем спрятаться вот так. И не попасть по своим, главное. Шикарно. Хотя, кстати, вот в этом случае пуля бы, скорее всего, пошла насквозь. Так. Ммм. Наверное, будем ждать хода колдая. Он там пока пытается что-то починить. Во. Все молодцы. Еще столбы-то, какие-то минорные ранения. Но зато, мне кажется, мы вполне себе отбили затраты. Так, а вот здесь как-нибудь к чуваку пройти можно? Кули он снайпер, наверняка у него какие-нибудь патроны для снайперки. Конечно, количество случайных столкновений большое. Ну и опыт. Опыт мы при этом получаем. А какого у нас уровня медведица? Шестого. А пилс опять перегружена? Да не может быть. Что у нее такого тяжелого? Мешочек с гноем. Ломанный инструмент и мушиные ножки. Кстати, мушиные ножки весом 1 фунт. Это примерно полкило. Это нифига себе ножки. Это, черт возьми, какая-то курица. Что ж. Я так полагаю, что на этом мы этот эпизод закончим. Мы доразобрали СХ-центр. И начинаем приниматься за фирму вокруг него. Спасибо всем, кто смотрел этот эпизод. И до встречи буквально через пару дней. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok